12 июля Суворовскому училищу, успевшему за свою историю побыть и кадетским, и танковым, и суворовским, и, наконец, десантным, исполнилось 96 лет. Отметить день рождения своей «Альма-Матер» приехали выпускники танкового училища со всех концов бывшего Советского Союза. Многие не видели своих товарищей по 20-30 лет. Я как председатель, возглавляя его уже второй период, могу сказать, что наш мероприятие только расширяется и приносит свои какие-то ношенства. Так мы изготовили копии боевого знамени училища, так как в настоящее время, в настоящее его, находится музей и имеет плачевный вид. Но мы собираемся возле этого знамени, и, как вы видите, сегодняшнее мероприятие относит не только именно встречу, но и дань благодарности вашим танкистам и тем выпускникам, которые закончили это училище. А также, как вы видите, сегодня очень много женщин, жен, детей, которые приходят и также неравнодушны к этому празднику в стенах этого училища. Стены эти намытые, намоленные, говорится, легендарные. В процессе мероприятия офицеры вынесли реконструированное боевое знамя училища и возложили цветы к подножию памятника танку. Читайте в еженедельнике «Комсомольская правда». Учимся выглядеть моложе, без пластики и косметики. Как воевали звери и птицы в Первой мировой войне. Что теряем и приобретаем от возвращения зимнего времени. «Комсомольская правда». Узнайте больше. Комсомольская правда. Комсомольская правда. Комсомольская правда. Комсомольская правда. Комсомольская правда.